Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы продолжаем играть в Кейв Стори. Окончание последней серии получилось грустным, но, как правильно, написали в комментариях, не попсовым. Наверное, за это уже стоит поблагодарить игру, хоть и остался неприятный осадок. Далее, что сразу мне хотелось бы сказать до того, как я начну прохождение лабиринтов, которые нас запросила Мизери. И вы написали множество комментариев насчет правильной, лучшей концовки, не лучшей концовки, как ее получить и так далее. Я изначально удивился, то есть я знал, что здесь разные концовки, но удивился, насколько здесь большая вариативность, насколько здесь много действий, которые могут повлиять на прохождение игры. Вот. И сразу хочу по этому поводу сказать замечание. Ну, не замечание, а просто сразу вам скажу информацию, которую я буду придерживаться в течение этой игры. Я не буду читать комментарии, где написано, что нужно делать. Опять же, эта игрушка предлагает выбор, свободу, разные концовки. Это интересно. И все это пропадет, если я начну действовать по заданному алгоритму. Я действительно буду, как вот этот вот робот-квот. Я не буду... Это прохождение не будет свободным, я буду проходить как робот по заданному алгоритму. И тогда весь интерес от этой игры пропадет. Поэтому я думаю, что я буду играть свободно и наслаждаться теми различными возможностями, вариантами событий, которые могут здесь быть. То есть я не буду судорожно прям смотреть за тем, как вы советовали, сделать то-то, сделать то-то. Я буду просто проходить так, как проходит человек, играя в эту игру вслепую. Ну, я думаю, что это правильное решение, на самом деле. Но, опять же, каждый решает по-разному, но я буду проходить именно так. Надеюсь, вы меня поймете. Переключатель, открывающий эту дверь, находится где-то наверху. Но забраться туда сложновато. Я постоянно залезал и падал, пока не сломал ноги. Блин, бедняга. Не открывается. В общем-то, этот лабиринт превратили в своего рода тюрьму, где попали вот такие вот синие существа. Споришь, что это мизери закинуло тебе сюда, да? Бедняга. Это мусорная яма острова. Если ты попал сюда, то уже вряд ли сможешь выбраться. Но, на самом деле, я-то знаю, что я выберусь. А этот просто молчит. Понимая всю безнадежность ситуации. Так, я бы с удовольствием пополнил себя жизнью, потому что мы очень пострадали в битве с Тороком. Вот. Допустим, в версии Кейв Плюс, как мне написали, Торока можно было спасти. Ух ты! Они научились стрелять? Так, давайте клинок пополним. Мы от умершего Кинга получили клинок. Вот. Но это именно в версии Кейв Стори Плюс можно было спасти Торокой Кинга. То есть, опять же, прохождение просто перестанет быть живым. Оно станет искусственным, неестественным, не настоящим. Я хочу, чтобы прохождение было настоящим. Именно поэтому я буду проходить, не читая ваши подсказки. Буду просто поступать так, как посчитаю нужным в данной ситуации. То есть, не знаю, по зову сердца, что ли. Не надо в нас ничем кидать. Да, блин. Очень медленно качается этот клинок. Но я бы хотел до второго уровня. Так, что у нас? Тузерки третьего уровня. Это уже хорошо. Ага, вверх мы тоже можем стрелять. Дело в том, что я так не делал в прошлом эпизоде. Оказывается, можно было. Вот, огоньки бы я пополнил, конечно, с удовольствием. Ракеты то такое. Редко я им стал стрелять, честно говоря. Ну. Хорошо, сделаем вот так вот. Ага, понятно. Да что ж вы делаете-то со мной, а? Вот так вот, все. Огоньки были полностью заряжены. О, может так даже к лучшему зацепить можно. На третьем уровне они так не летают. Хотя, может, просто забит на это все. Так и умереть можно. Тут уже последнее дело, то, что мы с вами... Вот так вот. Аккуратно. Если синие существа сваливались, то не значит, что буду сваливаться я. Так, медаль и жизнь. Но это всего лишь две единички нашего хеллс-бара. Да, прыгнули. Хотя я неправильно сделал. Мы так не достанем. Хотя, слушайте, а ведь это, знаете что? Это капсула жизни здесь находится. Тихо. Мы же можем летать. Верно? Да, емая. Вот так. Хорошо. Капсула жизни поднимет нам максимальных показателей до... Пять. Кстати, много здесь было моментов, в которых мы пропустили, допустим, какие-то бонусы. Это я точно знаю. То есть надо было что-то выстреливать, какие-то блоки разбивать, и там бы это было. Не в прошлом уровне, а может, в каких-то других. Ну, как-то так. Так. Давайте вот так поступим. Сейчас сразу поднимаем. Оу. Вот так. Хорошо. Стоп, 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 стоп. Не улетай. Нет, нормально. Таким способом будем выстреливать. Наверное, надо благодарить Мизель, что нас хотя бы здесь не заключили. Так, что это такое? Так и надо. Ага, то есть для того, чтобы мы поднимались все выше и выше. У нас нет такой необходимости. Мы можем банально лететь. Все. Так, здесь находится какой-то компьютер. Открыть дверь? Да. Ага, вот так вот. А Мизель ведь специально, наверное, издевается над этими существами. Вообще, над всеми, кого она посылает в эту тюрьму. То есть, у них есть шанс выбраться. То же самое, как в пиле, допустим, да? Смотрите, мы открыли. То есть, если бы это была просто закрытая камера, как это обычно и происходит, то не было бы ничего удивительного. Значит, Мистери хоть хочет нас заключить, чтобы предотвратить дальнейшую опасность. Но она дает нам шанс выбраться. Лабиринт Эйч. Вот так-то. Пчелка. Ага, развалилась пчелка. Так, еще чуть-чуть и клиночек нашим повысим. Давайте. Это робот, точнее, то, что от него осталось. А, то есть он погиб. Синие это роботы. В общем-то, такие же, как и мы, но почти такие же. Другой разработки, что ли? Может, более новые роботы? Кто их знает? Так, эти штуки могут двигаться. Нет. Ладно. Вот это вот двигается. Ага, хорошо. И тут, наверное, тоже что-то будет. Да. А тут никакой секрет. Нет, тихо. Нет, 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 нет. Вот это надо было проверить. Я думал, может, там какой-то секрет будет или еще что-то. Так, ну ладно. Мы немногое пропустили, на самом деле. Сейчас только больше у нас всего будет. Вот для клинка сейчас. А, стоп, что уровень не повысился, да? После смерти оно обновилось все до тех показателей, которые у нас и были, что ли, так? Воспринимать это, да? Ладно. Главное, у нас есть заряженный пулемет. Не хотелось бы его терять. Все, просто идем дальше. Просто идем дальше. Вот где-то здесь будет босс, на котором я остановился. Ну, еще не тут, чуть-чуть позже. После этого я больше не играл в эту игру. Второй уровень. Кинджал, мне кажется, стал даже меньше лететь, но... Конечно, бьет сильнее. Кинджал кинга. Может, хорошая штука. Может, полезная. А здесь у нас очень много пчел. Целый рой. Хорошо, жизни. Да, очень быстро они убиваются, на самом деле. Хотелось бы повысить крынок. Возможно, это хорошая штука, но... Они в нас тоже кидают крынками. А! Плохо. Второй уровень-то мы сохранили, но... Так лучше в следующий раз не делать. Главное, аккуратно там действовать. Потому что, может, за это горько поплотиться. Кого я вретался? Или они пока окончательно не умерли, а не представляют опасность. Хорошо. Много опыта получили. Переделанная музыка. Вы мне написали, что это старая финская мелодия. Летка-енка, или как-то так называется. Ай! Вот это я плохо сделал. Черт. Давай умри! Умри, зараза! Лучше так, наверное, да? Хорошо, надежная штука. На! Пошли, 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 пошли! Валим, 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 валим! Валим, 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 валим! А! Третий уровень у меня. Фух, я даже не замечал. Я просто смотрел, как бы нас не убили. Смотрите! О, нет. Не на это смотрите. Дух Кинга? Я запускаю Кинга, а вокруг него какие-то штуки летают. Интересно. Так, давайте вначале пойдем наверх, потому что пойдем, если вверх, то мы с вами не вернемся уже обратно. Нет, мы-то вернемся, но обновятся все монстры. Классно, смотрите! Так, вот это вот пополним. Подвисает периодически игра, это, наверное, уже жесткий диск, поскольку сдыхает. Нам осталось огоньки повысить. Наше лучшее средство в борьбе с боссами. Здесь нарисовано... Крестик нарисован. Значит ли это, что здесь аптека? А, закрыто. Хорошо, допустим. Так, а там может быть секрет, как считаете? Да, может. И он здесь есть. Какая-то дверь. Палата. Здесь кудряшка? Хотя, в оригинале она называется Керли. Керли Брэкеттс, или как-то так. Фамилия Брэкеттс, типа. Ну, смотрите, если квоут, это кавычки по-английски. Так зовут нашего робота. А ее зовут Керли Круглые Скобки. Ну, что-то такое, в общем. Сундук. Оружейный барьер. Слушайте, вы знаете? А ведь я в первом своем прохождении, когда играл, не видел этого секрета. Давайте присматриваться, потому что секретов много. Конечно, хотелось бы, чтобы про них вы мне, конечно, говорили. Я не хотел бы их пропустить, если какой-то будет важный секрет. Враги обновились, но это стоит того. Будем просто внимательно с вами. Ну что, сможет ли... Нет, да-да. Нет, линус уровень, понятно. Хреново. Так, я бы вот так вот впустил туда огонька немножко. Ну, вот так вот. Все. И остальных бы тоже как-то вот так вот. Или так у меня не получится. О, кого-то справа зацепил, кажется, да? Вот. Хорошая штука. Ракетками пожертвовали, но ничего. Так, идти клинок, 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 клинок. Быстро, 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 быстро. Хорошо, повысили уровень. Теперь огонек. Хотя мы и так уже много всего упустили, но... 19 жизней у нас осталось. Так, открыта эта дверь или нет? Да, мы можем сюда зайти, обновим сейчас врагов. А, вот, в общем-то, здесь и кудряшка-симпатяшка. Фух, ну давайте сохранимся. Такие места здесь недружелюбные, скажу я вам. Здесь находится лягушка. Откуда здесь вообще лекарь? Я не знаю, может, это тоже заключенные, только в прошлой жизни врачи. Я терапевт. Терапевт-жаба, конечно. Очень необычное сочетание. Да, я подлечу тебя. Здорово. Нет-нет, не волнуйся, денег не надо. На взамен я хочу попросить тебя кое о чем. Неподалеку есть старая клиника. Сходи, посмотри, не осталось ли там лекарств. Ага, ну ты наверху. Так, ну хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо, у нас теперь полный жизни. Аж 41, к слову. Я медсестра. Раньше я работала в старой клинике, но там поселились призраки. И мы ушли сюда. Так это все по-прежнему лабиринт. Это одна большая тюрьма, да? С какими-то врагами. Но здесь даже мини-государство, что ли, свое. Так, ну и вот мы снова встретились. О, привет. Я тебя давно не видела. Хорошо выглядишь. Спасибо, ты тоже так жизнерадостно. В тех же самых наушниках. Тебя тоже бросила сюда эта ведьма? Ну, что же поделать. Ну, видимо, кудряшка тоже пошла вслед с нами тогда. Даже не знаю. Ну, Мизари нашла ее. Как и меня. Слушайте, она реально ведьма. Я не знаю, как с ней справляться, если она владеет такими заклинаниями. Так тебе не удалось победить их? Я так надеялась на тебя. Знаешь, я тоже надеялся. Мне нужно отдохнуть. Это ужасно. Бесполезно. Я даже не смогла спасти тех детей. Что, их тоже? Их тоже превратили в сумасшедших этих... Ой. Да, друзья. Грустно, грустно это все. В том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, мне не выбраться отсюда. Надо брать себя в руки. Мне удалось вышить, но что теперь? Думаю, я останусь тут и сгнию. Да брось ты. Справимся. Мне интересно, что такое вот этот вот оружейный барьер. Хорошо, что мы не потратили банку жизни, потому что... Мы ее используем в конце игры, как мне посоветовали, когда будет сложный момент с боссами. Трусики. Ничего с ними нельзя сделать. Найден за стеной. Оружейный барьер. Наполовину сокращает потерю энергии оружия при повреждениях. Здорово. Это полезная штука, очень полезная. Так что давайте еще раз сохранимся и пойдем в старую клинику. А что еще нам остается? Потихонечку будем восстанавливать свои силы. И тем самым помогать мимикой и всем прочим добрым существам, которых постигла очень плохая судьба. Так, вот это хорошо, что мы взяли. Так, теперь... Клинок, знаете, очень здорово действует. Очень здорово действует клинок. Смертельно опасные просто повреждения. Наносит он. Так, полетели. Вот так вот. Это вот... Ладно, все, пойдем. Так, где у нас пулемет? Вот наш пулемет. Использовал ключ от клиники. И здесь нас ждет... Та самая старая клиника. Знаете что? Не нападет ли босс какой-то на нас? Такое помещение, тишина, обычно так всегда и происходит. Панацея. Хе-хе, лекарство под названием Панацея обнадеживает. Но кто б сонимал? Да это ж не Баалрак. А что случилось? Откуда он вернется? Да какой пусто? Я знаю, что пусто. Так, огоньки. Нет, не то оружие. Как-то что-то он... Как-то надо с ним справляться. Вот это вот самое лучшее оружие против любого, наверное, босса. Ай, вот это плохо. Он прямо на нас упал. Хуже всего то, что мы сейчас потеряем... Жизни. А, рядом с ним просто не надо стоять, а все остальное ерунда, да? Не, ну тогда все просто, в общем-то. Тогда все очень просто. Стоим и все, и валим. Плохо, конечно, что я уже потерял жизни хорошие. Странно. Чем-то он похож на Баалрака, но, во-первых, Баалраку нечего делать в лабириде. Ау, вот это плохо. Победили. А, еще и повреждения получили. Ё-моё. Блин, он сейчас взорвется. Нет. Он просто испарился, как какой-то дух. Блин, слушайте, нехорошо это. Мы очень много потеряли сейчас с вами жизней. Ладно. У нас есть панацея. Это гораздо важнее. Чего бы там ни было. Вот и жизни. Убивать бы мы их патроны. Стоять. Нет, нет. Кидать, в смысле, чем не надо. Еще жизни. Вот так поубиваем. О, здорово. Вот так вот будем делать. Правда, у нас всего второго уровня. Черт. Рискнуть просто и спуститься туда. Давайте. А что делать? Хорошо. Третий уровень. Есть. Так, ладно. Все, там нас подлечат. Больше нам ничего не надо. Фух. Нормально. Давайте еще раз подлечимся. Просто вдруг боссы будут нападать. Это, конечно, не здорово. Так. Да. Спасибо. Я его отдал панацеям. О, ты нашел ее? Спасибо. Об остальном позабочусь я. Так. Ну и все, да? Ты не видел там призраков? А, это призрак был. Это легендарный лабиринт. Я не знаю, кто построил его, но я явно... Ну, это явно свалка острова. Есть только один выход отсюда. Тебе нужно пройти мимо огромного валуна. В комнате камня. Я бы пошла с тобой. А в таком состоянии я даже не могу встать. Блин. Слушай, ну я понимаю депрессия, все дела. Трагическая судьба. Это, блин... На самом деле, очень сильный удар по психологии, за что произошло. Все эти мимиго. Ничего. Мы не отчаиваемся. Надежда еще есть. Есть множество других еще живых мимиго, которых можно еще спасти. Можно успеть. Поэтому отчаиваться сейчас не время, иначе будет еще хуже. Согласна. Давай. Хорошо. Здорово. До максимума. Вот ракеты осталось. По полной жизни полностью у нас есть. Все есть. Пойдем вправо. Так. Надеюсь, с секретами все будет в порядке. Мы ничего с вами не пропустим. Ай! Вот так вот надо было сделать, е-мая. Все нормально. Здесь что? Не знаю. Черт. А, нормально. Просто. Здесь все было просто. Проблема в том, что это была мгновенная смерть в случае чего, да? Вот так хорошо. Как я люблю это оружие? Пожалуй, мое любимое. Пузырьки меня, кстати, разочаровали. Вроде классно действует. О! Друзья! Вот этот момент, на котором я остановился. Дальше я уже не доходил. Вот этот момент. Про который я вам рассказывал. Помните? Движущаяся установка такая. Вот что-то с ней надо будет делать, я так и не понял, кажется. А потом по какой-то причине просто перестал играть в кейсторе. Может, надоело. Я, честно говоря, не знаю. Хотя, что ей надоедать? Очень интересная игра. Правда? Ай! Там жизни были. Вот сейчас эта установка будет на нас двигаться. Поэтому нужно просто куда-то идти сейчас. Ау! 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 Меня убивает. Я, по-моему, не понял, как ей наносить повреждения. Так. Жизнь, жизнь ей надо взять. Хорошо. А, мы разбиваем сейчас по кусочкам эту машину. Просто будем на ней стоять. Нет. Так не всегда, конечно, получится. Плохо, что у нас второго уровня. Может, надо ракета включить. Нет. В принципе, огонек тоже штука хорошая. Можно ею тоже воспользовать. Хорошо. Нет. Ну, пока все нормально. И жизни из них выпадают в случае чего... Оу! Это плохо. Скорее всего, не столько сложный это босс, сколько... Просто по какой-то другой причине прекратил порогождение этой игры. В тот момент, когда гоната, на самом деле, очень интересная. Хорошо. Сразу две штуки разломали их. Так-то вроде и не сложно, правда? Может, в первой попытке сейчас пройдем. С одной гусеницы на другую перепрыгиваем. Теперь обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем вот эту вот штуку. Есть. Нет, нет, не есть. Кстати, я ее не убил. Я ее не убил. Но мы с вами пополняем жизни периодически. И уровень оружия тратится медленно. Так что все в порядке. В общем-то. Какова махина-то, а? А, все. Теперь можно ее бить. Медленно бьется она, но что ж. Начали вылетать какие-то шарики, которые, кажется, не желают пропадать, пока мы их сами не уничтожим. Уничтожая их, мы берем жизни. Но надо валить, надо валить. Давай. Слушайте, хорошо. Хорошо. Жизни нужны, блин. Жизни срочно нужны. А мне кажется, мы сейчас умрем с вами. Ракеты, 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 ракеты. Хорошо. Стоять. Блин, с пулемета надо попробовать. Но, блин, жизни не осталось. Еще один раз и нас убьют сейчас. Давай, 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 еще, 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 еще. Есть, победили. Фух, так надо было сразу делать, потому что сейчас одно по нам побеждение. Монстр Икс побежден. Огромная кошка просто оттуда сейчас выскочила. Ну, смотрите, с первой попытки я сейчас убил босса, которого я раза три не мог убить при первом своем прохождении, на чем забил на эту игру и все. То есть дальше начнется полностью слепое прохождение. Что будет дальше, я не знаю уже точно. Оказывается, я совсем немножко играл в эту игру. Так, вы знаете, радоваться пока рано. Радоваться рано, потому что у нас шесть сердечек осталось и... Сейчас нарвемся, блин, на кого-то и... Будет совсем не весело, знаете. Но здесь просто дверь, в которую мы заходим. Вот этот момент я знаю. Вы мне про него писали в комментариях. Это, кажется, профессор Бустер упал в яму. Давайте, конечно, сохранимся. Уж не знаю, по какой причине, но вы мне сказали за ним не следовать. Давайте пополним здоровье. Все, вот теперь все в порядке. Интересный босс, кстати, получился. Очень интересный. А что тут за красная точечка? Или это просто баг такой себе? Ну что, не следовать? Ну я за ним не стал падать. Вот вы мне так писали в комментариях. То есть это на что-то повлияет. Так что пусть будет так. Кудряшка уже тут. Вот так всегда бывает. Спасали щенков, нас обогнали. Уже и кинг догнал этих, напал на них. А мы последние пришли. Тут кудряшка в какой-то валялась просто апатии полной. Мы пошли воевать. И все равно добрались вторыми после нее до комнаты камня. Наконец-то. Я ждала, пока ты объявишься. Если бы мы смогли сдвинуть этот камень, то выбрались бы отсюда. Но ходят слухи, что за ним находится логово монстра. Так что тебе лучше быть на чеку. Ну давай, сдвинем его. Берись с той стороны. Вы что, такие сильные? Ну, роботы, может быть. Готов? Толкай. Поехали. Ну что, получится? Нет. Он даже не шелохнулся. Ну, роботы старых моделей, что можно ожидать? Не уверена, что мы вдвоем справимся. Опа. Я так и знал, это Балрок. Мы сейчас заставим его работать. Ты? Хо-хо-хо. Вижу, вы живы. И даже пытаетесь выбраться из лабирита. Как Балрок нас до сих пор не боится, я не знаю. То ли он случайно нас встречает, то ли он знает, что мы здесь всегда. Может, нам следовало быть послушным и остаться в нем? Вам не справиться с моим хозяином. Что ж, я просто прикончу вас. Блин, ну Балрок. Надеюсь, вы не против стать металлоломом. Ты-то нам и нужен. Давай, становись между ударами. Бесцереводно. Так он нас хочет убить. А, ну давай, помогай. Иди сюда. Он что, нам помогает? Готовы? Раз-два. Это капец. Вот этот момент, конечно, просто шедеврали. Балрок не понял, что от него хотят, но выполнил нашу просьбу. А потом подумал, блин, а что это я делаю? Эй, вы меня хоть слушали? Капец. Так, ребят, я немножко не был готов к этой битве. Так, отпусти, пожалуйста. Черт, а кудряшка... Ох ты, нифига себе, Балрок. Ты знаешь, ты возмужал. Что-то как-то ты... Так, у меня, в принципе, есть одна идея-ка. Она работает. Если бы нам еще и пополнить с вами сейчас опыт. До третьего уровня. Все, вот теперь все здорово. Просто пробегаем под ним и уничтожаем ракеты. Вот так-то. Все остальное... Ерунда. И самым нашим сильным оружием... Черт, еще бы не умереть. Главное не торопиться. Если не торопиться, держать дистанцию, то все у нас будет здорово. Просто придерживаясь этой тактики, стараемся его валить. Оу. Получили повреждение, но это такое. Итак, Балрок снова побежден. Но он же улетит. Он же не станет нам помогать. Ваша взяла. Станет, да? Слушайте, может Балрок просто смирится? Мизери над ним и сделала... Кстати, знаете что? По-моему... Ну, я не знаю, вы мне написали в комментариях, если это правда. Балрок это школьный портфель Мизери. Ее времен детства. И ей наскучило, так как она ведьма, она его оживила. И вот он ей, типа, помогает. Хотя она его всячески унижает. Ваша взяла. Я сдвину этот камень. Но помните, никому не говорите, что я помог вам. Ну, Балрок может потихонечку на нашу сторону становится. Ну, смотрите, он прикольный. И Семизери вызывает отвращение. Доктор тоже. То Балрок сразу мне понравился чем-то. Забавный. Хотя, конечно, тоже надел много глупостей и плохих поступков. Именно он скормил Таруга красные цветы. Мы будем держать это в секрете. Готовы? Взяли. Даже непривычно видеть Балрога в такой роли. Ха! Но он сильный, конечно, большой. Помните, никому ни слова, что я помог вам. Не скажем. Ха-ха-ха. Нет, я бы даже не стал его предавать. Думаю, он не такой уж и злой. Ну, просто такая вот судьба его постигла. Что у нас в сундуке? Ракетница усилена. Значит, теперь от нее будет толк, вы знаете. Она первого уровня у нас снова. Так. Давайте, знаете что? Наверное, босс будет в этой комнате камней. Мы, наверное, с вами на этом остановимся. Ну, и так, я думаю, нормально с вами поиграли. Надеюсь, вам было интересно. Честно, очень много интересных, забавных событий произошло за эту серию. Вот как раз этот отрезок времени мне очень сильно понравился. Балрук, наконец-то, сделал доброе дело. Надеюсь, вам было интересно. В таком случае, ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь, если до сих пор этого не сделали. Пишите комментарии о том, что думаете. И оставайтесь на линии, потому что нас ждет еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Д規模.